так у нас римингтон удлинитель от мрки на один патрон визуально красиво мне больше нравится чем длинный и весит меньше соответственно здесь с китая заказаны на 8 патронов 6 здесь и 2 здесь здесь удобно потому что щека как раз получается за патронами максимально все равно если мы используем то ширина одинаковая на липучку во всю длину липучку приклеил этот брендовый как его бред американский не помню как он так там что-то в интелли того у нас получается еще 6 плюс 8 14 патронов с собой перевозить нормальная тема давай двери открываются и вылазит душманчик 2 лайт нам с собой Ну и что, дай мне. Изначально этот ролик планировался как видеоинструкция для ребят из магазина 2-й фронт, в котором я покупал комплект Хоговский для Ремингтона 20-го калибра. Но так как процесс установки затянулся надолго и за это время у меня несколько раз Ремингтон поменял свой внешний вид и свое назначение, я познакомился с ним куда ближе, поэтому данный ролик будет больше рассказ о наболевшем. Так получилось, что Ремингтон 870 в том виде, в котором сейчас он у меня есть, это было первое ружье, которое я вообще взял со своей руки. Где-то в году в 2006 озадачились приобретением первого ружья, приехали в магазин Варварка и там висел вот собственно такой Ремингтон в дереве, новенький на витрине. Изготовление крайне понравилось, весь он такой аккуратненький был, работал четко, блестел, стоил порядка 22 тысяч. Покрутили мы его повертели и выбор был очевиден. Был приобретен Чоповский МР-133 за 4,5 тысячи. Разница на тот момент была катастрофическая, поэтому решение было однозначное. И так вышло, что с тех пор я познакомился практически со всеми современными видами помповых ружей, но вот Ремингтон 870 ни у меня в использовании не было, даже я ни на одном стрельбище, ни на одном тире не пострелял из него. Поэтому, когда на Ганзе предложили вот этот Ремингтон за 15 тысяч рублей, я не раздумываю его приобрел. Собственно, интересно было посмотреть, что это такое, ну и познакомиться поближе. Изначально я купил этот Ремингтон в пластиковом обвесе с прикладом с высокой щекой под текущие прицельные приспособления. Сразу поехал на стрельбище его опробовать, стрелял точно, перезаряжался надежно, но вернулся я со стрельбища несколько в расстроенных чувствах, было какое-то ощущение игрушечности от этого оружия. Долго я понять не мог, в чем причина, вот пока не приобрел вот этот комплект дерева. Как только приехало ко мне дерево, сразу стало понятно. Родной пластиковый приклад имеет очень тонкую шейку цевья, то есть вот этот деревянный, он уже несколько толще, но все равно он в разы тоньше, чем вот, например, приклад от Мосберга. То есть если брать самое тонкое место, такое ощущение, что Мосберг раза в полтора потолще будет. Собственно, вот для сравнения приклад от Фабарма, он чуть-чуть меньше будет, чем Мосберговский, но тоже не сопоставим с Ремингтоном. И приклад от МР-ки. У МР-ки из всех моих ружей самая узкая шейка приклада, но тем не менее, все равно значительно толще Ремингтона. На выходе мы получаем совсем другой хват, то есть вот этот Мосберг, он, конечно, в руке лежит намного плотнее, намного крепче, легче удерживается одной рукой. С Ремингтоном же мне такую штуку крайне сложно провернуть. Это, конечно, ни в коем разе не является проблемой оружия, то есть это дело привычки. Если у вас Ремингтон первое оружие, то, собственно, вы это вообще не ощутите, просто сразу привыкнете к такому хвату. Если же хват, как у меня, другой, тоже не проблема. Тюнинга очень много, поэтому подобрать под себя всегда можно нужную фурнитуру, приклад и цевьё. Собственно, что я и сделал. Но в текущем деревянном виде у меня, конечно, оружие изначально ушло в сейф, как очередной элемент моей помповой коллекции. А со своей стороны хотелось, конечно, с оружием познакомиться чуть более плотно, потому что Ремингтон крайне популярное оружие, у него много поклонников, хотелось понять, в чём же плюсы данной помповой системы относительно других. Поэтому мой 870-й поменял несколько внешний вид и концепцию назначения. И превратился в компактное походное оружие, с которым я уже достаточно много поездил, пострелял, поэкспериментировал. И данный опыт, конечно, сильно поменял моё представление об этом оружии. В итоге, что я получил? Я купил рукоятку своего товарища по типу Raptor Grip, но эта рукоятка изготовлена вручную из фанеры, подогнана под Ремингтон и покрыта антигравием. Поэтому имеет такую приятную шероховатую поверхность. Соответственно, что это нам дало? Это нам дало крайне компактные размеры. В таком вот виде, в таком разобранном, соответственно, изготовил чехол из двух половинок, тонкий, в который можно уместить отдельно основную часть оружия, коробку с магазином, и отдельно ствол. Получилась общая длина всей этой истории 61 сантиметр. И, соответственно, в таком виде она уже достаточно компактно везде помещается. Будь то это туристический рюкзак, будь то это пространство в автомобиле под рукой где-то. Почему именно Ремингтон я решил использовать в таком виде? Потому что это единственная помпа, у которой в разобранном виде не вываливается затвор. Собственно, тот минус, который мне не очень нравится при разборке, чтобы вытащить, соответственно, затвор, надо нажимать эти все тяги, ну, либо, соответственно, грубой силой немножко подавить и выдернуть. Вот, и дальше, соответственно, он пошел в натяг. То в данной ситуации это является плюсом. То есть, вот мы можем переворачивать, дергать, никуда оно не вываливается. И пружину. Расклинил загнушку. Все, никуда она не девается. Получается, что у нас в таком компактном виде легко ружье транспортируется. И в случае необходимости оно в считанные секунды собирается. Готово. В таком виде оружие имеет длину 82 сантиметра. То есть, вот с такой рукояткой оно отлично укладывается в законодательство об оружии. Из плюсов, что, во-первых, компактное, во-вторых, имея винтовочные и прицельные, можно достаточно результативно стрелять. Ну и для того, чтобы боекомплект находился сюда на оружии, на липучку, как на все свои помпы, вешаю сайдседл. На рукоятке засверлил антабку. Во-первых, позволяет легко носить на ремне оружие. Ну и, во-вторых, с такой своего рода стеклобой получился. Так, посмотрим, сколько оно весит, такой комплектации. Вот в таком исполнении ремингтон весит 2600. Показатель, я считаю, отличный. Это уже достаточно легкое оружие у нас получается. Вдобавок компактное. Стрелять из него очень забавно, в плафману. Цевьё, соответственно, изначально в комплекте мне пришлось рукояткой его классическое чёрное. Но так как оно достаточно длинное и не позволяет использовать сайдседл, то мне пришлось изготовить цевьё самостоятельно. В сейфе валялась накладка от МР-155, ой, от МР-153. Собственно, распилил её пополам. В передней части диаметр соответствует трубке. Но так как это цевьё от полуавтомата, то, соответственно, она на трубке сидит не плотно, а крепится в двух частях. Поэтому для хорошей посадки залил просто эпоксидкой внутреннюю поверхность. Всё это застыло. Ну и дальше всё плотно держится. Не очень красиво. Дальше я уже никак это не шпиловал, это особо не обрабатывал. Но зато практично работает и свою задачу выполняет. В таком виде я не раз брал оружие с собой на выезды. Компактно, удобно. И вот действительно свою нишу у меня заняло. Но потом я увидел в продаже комплект Оговский для Ремингтона в магазине 2-й фронт. Теперь можно перейти к изначальной сути ролика, а именно установку вот этого комплекта от компании Хог для Ремингтона 20-го калибра. В какой-то момент я увидел, что в магазине 2-й фронт продаётся вот этот комплект для Ремингтона по цене в два раза дешевле, чем это предлагалось на Ганзе. Когда приехал к ним в магазин, то уже понял, в чём суть. Этот комплект был для Ремингтона 20-го калибра. Собственно, владельцев в России я такого Ремингтона не знаю. Ну и к ребятам, видимо, никто за ним никогда не приходил. Поэтому они его и продавали. В два раза обещали тех предложений, что были у других продавцов. Что у нас идёт в комплекте? Сейчас мы достанем. Коробка. Сзади инструкция, как его устанавливать. И сам комплект. Цевьё с внутренней вставкой. И приклад. Приклад короткий. Как было написано, 12 дюймов. Собственно, этим мне он заинтересовал. Ну и нюанс, о котором я изначально сказал, почему я вообще решил взяться за переустановку. Потому что, как мы можем видеть, это приклад, кто знает, от Мосбергов. Классический, от копытца приклада Мосберга. Поэтому у меня был план X. Если я не смогу его поставить, то я, в принципе, продаю этот приклад. Ну, как раз примерно на Ганзе один приклад Ходговский 12-го калибра стоил, как весь этот комплект. То есть, это уже первая причина, по которой можно смело брать. А вторая причина, по какой я очень хотел его поставить, потому что вот как раз очень широкая шейка приклада, как на Мосбергах. Тут даже она потолще, потому что она имеет округлую форму, в отличие от родного приклада Мосберга, который достаточно плоский. Итак, теперь к установке. Собственно, что нам требовалось для установки, то есть, вот для наглядности покажу. Приклад от Ремингтона и приклад от Мосберга. Понятное дело, угол у них примерно одинаковый, но форма, соответственно, никак не взаимозаменяема. Изначально у меня идея была, как вот эта ручка, она, соответственно, из фанеры просто выточена, сделать такой же переходник. Но коллеги подсказали, и я на Ганзе раздобыл, вот совершенно бесплатно мне отдали переходник с Мосберга на Ремингтон от фирмы АТИ. Они с своей продукцией кладут по несколько переходников, и, как правило, у людей они лежат без дела. Поэтому вопрос установки... Поэтому первая задача по установке приклада решается вообще крайне просто. Если вы находите такой переходник, то мы его прикручиваем. Вот так вот. И единственное, у меня этот переходник несколько сильно здесь углы выпирали, поэтому я их слегка убрал надфилем, а дальше нагрел просто зажигалкой, соответственно, чтобы получился такой шероховатый вид. Можно, наверное, дальше с финишной отделкой поработать, но меня так устраивает. Соответственно, в комплекте идет с ним под родную резьбу ремингтона болт, поэтому ничего придумывать не надо. Нам его просто надо прикрутить. поэтому здесь... все. Таким образом, самая сложная задача по адаптации приклада решилась проще всего. Сейчас ставить я не буду тыльник, так как здесь места достаточно мало. Но в целом концепция понятна. В чем отличие основное хоговского приклада от ремингтоновского родного? То, что место под руку имеет сильный изгиб. У нас получается практически пистолетная рукоятка в формате весла. Тем самым, изгиб получается руки сильнее намного. и можно использовать такой короткий приклад, который у нас... Сейчас мы попробуем измерить. Итак, у нас вот этот приклад получается 28,5 см с переходником, без переходника 26,5 см. А родной у нас, соответственно, 34 см. Но из-за того, что хват пистолетный, локоть мы опускаем вниз и достаточно компактно все это вкладывается в плечо. Хват получается очень похожий на автоматный. Мне он очень сильно нравится и все последующие тренировки подтвердили правильность выбора данной концепции. Так, с прикладом мы разобрались. Пойдем дальше к установке цевья. Основная проблема с цевьем то, что коробка у Ремингтона 20-го калибра она значительно уже коробки 12-го калибра. В результате получалось, что даже без установки трубки просто цевьё оно вот с трудом налезало на коробку. То есть, вот у них размер родного цевья 20-го калибра и с коробки 12-го калибра они идентичны. Поэтому изначально оно с трудом прям налезало. Ну и как следствие трубка цевья она тоже была значительно толще и надеть цевьё не получалось. Что я сделал? Я разрезал цевьё сверху и разрезал соответственно вот эту оправку. С оправкой было все просто. Я ее разрезал, растянул и вот так надел. Дальше я взял эту конструкцию получившуюся и нагрел строительным феном. Грел при температуре 400 градусов. Пластик термостойкий, он не плавится. Вот его можно греть смело. И дальше мы ждем пока он остынет и примет нужную форму. Ровно то же самое я повторил и с цевьём. Цевьё соответственно я здесь распилил и стал прогревать точно так же феном на 400 градусах. По мере нагрева цевья кстати резина сразу скажу не портится вот с ней ничего не происходит от нагрева она какая была у нее текстура такая осталась. Я потихонечку растягивал и вот у меня ключ для снятия гайки цевья я им соответственно просто растягивал то есть нагревал и сюда его потихонечку заколачивал. Нагревал заколачивал нагревал заколачивал когда вот соответственно когда получилось его вогнать уже в саму опорную часть цевья прогрел полностью всю поверхность и оставил остывать. После остывания цевье уже приняло нужную форму и не сужалось. Собственно это я проделал сначала с одной стороны потом то же самое повторил с другой стороны. Вот. Вместо ключа можно использовать просто подходящую головку по диаметру из набора автомобильных ключей. Ну и все. После того как мы нагрели расширили дальше вся эта конструкция принимает нужную форму и вот так вот собирается. Опа. Так. Вот здесь забыл. После того как мы посадили трубку цевья нам еще надо надеть гайку. Гайка соответственно она еще больше чем трубка и она тоже сюда не влезает. Так как эта часть у нас в ремингтоне практически не видна я сильно заморачиваться не стал я просто взял стаместку и аккуратненько снял пластик. Вот тут видны следы не очень аккуратно но в собранном виде это ничего не видно. Ну и все. все затянули ну и дальше процесс установки нажимаем нажимаем правую тягу потом левую курок поправим все готово так как примерно внешне выглядит плюс короткого цевья что он не мешает использовать сайс оружие весит на 200 грамм легче практически вот 3 килограмма это вот оптимальный вес и я и по карабину могу сказать что он сильно не замечается все что ниже трех то это уже воспринимается очень легкое все что выше трех уже немножко тяготит так что так что если кому-то попадет хоговский комплект для ремингтона но 20 калибра могу смело рекомендовать брать особых сложностей при установке на 12 нету из-за инструмента нужен только строительный фен подводя итог установки хоговского комплекта ну и в целом по ремингтону что я могу сказать чисто визуально я получил то что хотел вот сейчас меня этот ремингтон полностью устраивает во-первых я считаю что хоговская фурнитура лучшая на рынке это крайне продуманная эргономика и очень качественный материал во-первых я его грел на максимум феном чтобы придать форму при такой температуре как правило весь пластик вот у меня он просто течет соответственно здесь еще потребовалось время чтобы это все нагрелось и приняло нужную форму во-вторых крайне удобный материал то есть вот эта прорезиненная поверхность она очень цепкая она приятная на ощупь последнюю тренировку я полностью под дождем стрелял ничего не скользит без перчаток все отлично потом по прикладу я искал короткий приклад для охоты может быть это и не лучший приклад но за счет очень сильного изгиба получается хват почти пистолетной рукоятки и он позволяет очень плотно вкладывать оружие в плечо при локте расположенном вниз я использую тот же хват и тот же вкладку что фактически и в своей винтовке на базе АКМ а как плюс соответственно мы получаем более компактное оружие то есть вот сейчас ремингтон 97 сантиметров он укладывается в метровую длину а с бытовой точки зрения это очень удобно у меня вот например и сейф метровый соответственно без проблем туда влезает чехлы метровые тоже более комфортные для носки и более распространены дальше по цевью цевьё компактное меня тоже полностью устраивает потому что она позволяет использовать сайдседл и ещё у нас оставляется запас то есть вот у меня сайдседл так стар американский кстати очень удобный сайдседл прям рекомендую в сравнении с китайскими конечно небо и земля во первых очень плотно сидят патроны никуда не болтаются они прям очень туго ходят и во вторых несмотря на плотность удержания очень легко вынимаются оружие под своим под своим весом и даже никуда не ходит единственное что я его не стал устанавливать на родную металлическую переходную пластину а вот проклеил липучку и здесь во всю коробку липучку позволяет соответственно немножко смещать видео с тренировок я делал соответственно позволяет бегать даже с полной полной загрузкой и никуда не отрывается не падает ну и ещё раз по боевой вооружённости будем говорить так то есть вот сейчас у меня патронтаж китайский соответственно с двух сторон укомплектован ячейками под патроны с одной стороны шесть и с другой два я считаю это оптимальным вариантом потому что щека располагается на прикладе ровно за этими двумя патронами вы их прям не замечаете и соответственно спереди тактические шесть патронов ещё того у нас получается 14 патронов всегда наружу мне кажется это более чем достаточно для любых гражданских задач теперь же хотел я поговорить о минусах которые меня буквально с первого дня знакомства с этим оружием начали немножко выбешивать я честно пытался выждать время соответственно больше года я из него стреляю пытался найти к нему подход и не получилось в том числе то что я не могу